МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Панова. Весна вступает в свои права, и вместе с тем появляется целый спектр проблем. Текущие крыши в домах, лопнувшие дороги, сход снега с крыш. В Чебоксарах в выходные под снежный удар попали двое прохожих. Сегодня эту тему подняли на свещание в правительстве. После потепления хлопот в хозяйстве прибавляется. Текут крыши, в Чебоксарах уже 13 случаев. Страдают дороги. При переходах через температурный ноль дорожная плотно трещит по швам и появляются ямы. И во дворах небезопасно. Очередной сход снега с крыши. В итоге двое пострадавших – столица республики. Оба, к счастью, живы. Об этом докладывает сегодня Чебоксарский градоначальник. Проводим расследование. В принципе, в обоих домах металлические кровли были снегосодержатели. Снег не вис. И ревизия этих домов подтверждала, что снег не провисает. Но, тем не менее, каким-то образом снег перевалился через снегосодержатели и попал на двоих человек. Это управляющая компания «Капримстрой» и управляющая компания «Богдангсервис». Девочка лежит в больнице. Женщина, в общем-то, дома. В сегодняшний день усиленный режим работы мы перешли. Со всеми управляющими компаниями ТСЖ ведется ежедневная работа, ежедневная ревизия жилого сектора на предмет сосулек и схода снега. В ряду «Контрмер» работа с управляющими компаниями, ремонт столичных дорог холодным асфальтом, готовящиеся ограничения для проезда большегрузного транспорта «Марта», очищение ливнестоков, докладывает Алексей Ладыков. Свои противопаводковые мероприятия проводит Новочебоксарск. Пока там спокойно. Сосульки мониторим. Отчитался глава администрации Новочебоксарска Александр Сироткин. В такой идеальный расклад руководитель региона не поверил. Не менее животрепещущая тема – заработная плата отдельным категориям бюджетников. Согласно специальному постановлению правительства, она повышается с 1 января 2013 года. В ближайшей перспективе стоит задача довести зарплату бюджетников до средней экономики. Деньги в бюджете заложены. Для оказания дополнительной финансовой помощи муниципальному образованию в объеме в целом 6,1 миллионов рублей общая сумма оценочная на сегодня по консолидированному бюджету у нас будет составлять 1,926 миллионов рублей. Соответствующие средства на сегодня, что касается дотации и субвенций для обеспечения выплаты за январь, февраль и первую половину марта, доведены до муниципалитетов. Все муниципалитеты уже приняли соответствующие решения, но есть много тонкостей вопросов, которые предстоит утрасти. О том, как идет работа, отрапортовали профильное министерство. Пока все финансовые обязательства выполняются, все учреждения имеют критерии и индикаторы, которых они должны достигнуть, пока все идет в плановом порядке. В целом повышение заработной платы есть во всех учреждениях, но у ряда преподавателей, особенно в системе школьного образования, в связи с изменением количества часов, а это наблюдается, это закономерные обстоятельства, процент повышения меньше, чем в среднем по системе школьного образования. Поэтому тут нужна более целевая разнесительная работа. Мы работаем. Одно дело, мы решение приняли, другое дело, работники должны получить по факту, согласно наших решений, повышенные коэффициенты по увеличению заработной платы. Если там работодатель начинает нарушать, то его надо поправить. Если где-то просто делается чохом, так скажем, да, не влезая в эти цифры, то, соответственно, тоже соответствующие санкции должны быть. Это бюджетные финансовые средства. Задача власти – вовремя начислить и выплатить заложенные деньги. Речь идет о марте, когда бюджетники должны получить повышенную зарплату за январь, февраль и первую половину марта. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Чувашии появился свой уполномоченный по правам предпринимателей. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Игнатьев. Бизнес-омбудсменом стал Владимир Иванов. Сам предприниматель, депутат Чебоксарского горсобрания и советник главы Чувашии. Подписывая указ, глава региона отметил, что кандидатуру Владимира Иванова поддержала общественность, а должность уполномоченного вводится для поддержки предпринимателей и создания в регионе благоприятной среды для ведения бизнеса. Вектор развития страны таков, что занятие бизнесом должно быть выгодным, удобным и безопасным. И если бизнес будет эффективно развиваться, во многом будут решены и социальные вопросы. Это и хорошие рабочие места, это и налоги в бюджеты всех уровней. И моя задача, как уполномоченным по делам предпринимателей, в первую очередь защищать нарушенные права предпринимателей, с другой стороны не допускать нарушения прав и создавать в дальнейшем удобную среду для развития бизнеса в Чувашской республике. Напомню, в прошлом году президент России издал указ о долгосрочной государственной политике в области развития и поддержки предпринимательства. В рамках этого документа намечено создать в стране институт бизнес-омбудсменов. Биржа контактов. Сегодня в Чебоксарах встретились предприниматели России и Австрии. Встреча проходила в формате B2B. Представители 17 австрийских предприятий различных отраслей промышленности в рамках экономической миссии по городам Поволжья устанавливают деловые контакты и налаживают взаимовыгодное сотрудничество. Как прошла встреча в столице Чувашии, расскажут мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Спридонов. Формат B2B предполагает деловое общение в течение часа. За это время нужно не только рассказать о деятельности своей фирмы, но и попытаться заинтересовать собеседника, обменяться опытом, контактами и, если возможно, даже подписать контракт или соглашение, заключить перспективную сделку. Наша основная задача, кроме того, как предоставить площадку для реализации их продукции здесь, потому что наш рынок является привлекательным достаточно, так и оказать содействие организациям по реализации совместно здесь проекта. А мы перед собой ставим задачу, это локализовать здесь производство с участием австрийских компаний. Производители, во-первых, очень интересные, насосное оборудование для нашей республики очень актуально, именно для города Чебоксары, поскольку у нас здесь есть и водоканал, здесь и инженерная защита, это, вы видите, и фонтаны, и обеспечение заводжей водой и так далее. Потом, кстати, это насосы же и применяются у нас и в электротехнической продукции для тоже реализации совместного проекта федеральной сетевой компании. Второе – это компания, которым можно предложить мини-пиварень на установке для ресторанов и бизнеса. Темами обсуждения стали перспективы и пути решения проблем в различных отраслях экономики, таких как энергетика, строительство, деревообработка, архитектура, медицина, ресторанный бизнес и другие. Представители австрийской фирмы «Хайдельмайер» в Чувашии впервые, но очень надеются, что с республикой их будет связывать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Есть новая программа по изготовлению форм для мусорных контейнеров огромных объемов – 1100 литров. В перспективе совместного сотрудничества именно в автомобильной промышленности также заинтересует, может быть, некоторый автомобильный концерн, изготовление для запчастей для автомобилей и пластмассов, конечно. Мы заранее уже познакомились с некоторыми фирмами, которые работают в России. Это наш первый шаг на российском рынке, и мы ожидаем более нового что-то от этой встречи. Биржа контактов – удачная площадка для бизнеса, считают и представители Чебоксарского электромеханического завода. Предполагаем, что эта встреча была плодотворной, и какие-то наметки по дальнейшей работе с этой компанией у нас уже есть. И мы запланировали встречу сейчас в Москве с ними для продолжения плодотворного сотрудничества. Надеюсь, эта встреча не останется просто встречей, и мы в этом году введем линию горячего сынкования на нашем заводе. Введение вот этой линии горячего сынкования, в первую очередь, повысит качество нашего оборудования. Сразу же после биржи контактов австрийская делегация посетила ведущие промышленные предприятия республики, такие как АКОНТ, концерн-тракторные заводы и другие. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же с представителями австрийских бизнес-кругов встретился глава республики Михаил Игнатьев. В ходе встречи представители австрийских компаний проявили интерес к сотрудничеству в таких сферах, как машиностроение, энергетика и строительство. Инвестиционную привлекательность региона отметила и чрезвычайный, и полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь доктор Маргот Клестель-Люфлер. Я уверена, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы в вашей республике продвигать именно такие структуры среднего и малого бизнеса. И я думаю, что здесь как раз бы, наверное, мы могли найти точки соприкосновения наших интересов. В завершении встречи Михаил Васильевич отметил, что Чувашия заинтересована в развитии дружеских и партнерских связей между австрийскими фирмами и предприятиями Чувашской Республики. Поэтому я полагаю, что наши встречи дадут еще дополнительный импульс для того, чтобы наши бизнес-сообщества, доверяя друг другу, нормально могли взаимодействовать на взаимовыгодной основе. Как соблюдаются права работников Чувашии? Насколько часто выявляются нарушения? И в каких случаях стоит обращаться к прокурору? Об этом речь в новом выпуске программы «Правовое поле». Она выйдет в эфир завтра в 20.00. 2013 год. Юбилейный для спецподразделений Министерства внутренних дел. Сегодня с 20-летием поздравляли бойцов и офицеров отряда мобильного особого назначения. Так теперь называется легендарный ОМОН. Хорошо, что в процессе реформирования историческое название ОМОНу все-таки сохранили, заметил министр внутренних дел Сергей Семенов. Привычно вам, прежде всего, всегда дорожили этим названием. И знали вас по вашим делам и поступкам населения нашей великой страны, именно как ОМОНовцев. Формирование ОМОНу пришлось на лихие 90-е, когда на фоне политических преобразований обострилась и криминогенная ситуация в стране. В Чебоксарах, Новочебоксарске, даже в сельских районах возросла уличная преступность. Участились массовые драки. Кроме того, спустя всего два года после создания отряда, бойцы выехали в первую служебную командировку. Всего же их было 45, и все в неспокойные регионы. И сегодня 30 человек несут службу в Чеченской республике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, 132 сотрудника отряда награждены государственными наградами России. Двое из них посмертно. Сегодня отрядная копилка наград пополнилась. ОМОНовцы в очередной раз продемонстрировали, что каждый из них на своем месте. А все они – бесстрашные и универсальные стражи правопорядка. Когда сильное общество, меньше будет вопросов для всех нас с вами, прежде всего для вас, чтобы вы жили тоже в мире и согласии, чтобы всегда возвращались со службы живыми и невредимыми. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня на нашем телеканале «Премьера» мы представляем проект «Один день с профессионалом». Цикл передач о детях-сиротах и детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об их судьбах и планах на будущее. Проект выходит при поддержке Общественного совета помощи детям, Министерств экономического развития и образования Республики. Национальное телевидение – информационный партнер проекта. Смотрите передачу в 20.00 после программы «Республика». Тема сегодняшнего выпуска – профессия моей мечты дизайнера-модельер. Ученица цивильской коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер один побывали на одном из крупнейших предприятий легкой промышленности – швейной фабрики «Рассвет», где узнали много нового и интересного о своей будущей профессии. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова